Прихожанин спросил пастыря Перри Ноубла в церкви «Второй шанс» в Андерсоне, Южная Каролина, Соединенные Штаты Америки. Что он думает о женщинах-пастырях, сообщает за Christian Post 13 мая 2024 года. Пастыр с уверенностью встал на защиту женщин горя, благословенно утверждающий, что в Библии сказано, что женщины должны быть ведущими или обучающими пастырями, часто ссылаются на Димофея 2.12, где говорится, а учить жене, не позволяя не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ноуба же говорит, что когда Павел обращается к Тимофею, он рассматривает конкретную ситуацию в церкви в Ефессии. Этот вопрос возник после того, как в христианских кругах возникли разногласия по поводу того, следует ли разрешить женщинам служить пастырами. В то время как некоторые католические церкви и южные баптисты выступают против женщин-пастыров, другие деноминации разрешают женщинам быть пастырями. В июне прошлого года христианский и миссионерский альянс проголосовал за то, чтобы разрешить женщинам служить на пастырских должностях. Но был бывший пастырь Нью Спрейн в Южной Каролине, был снят с этой должности в 2016 году из-за злоупотребления алкоголем и семейных проблем. На проповеди он был одет в рваные джинсы, правая рука набита татуировками, предположительно стихами из Библии. В следующем году он объявил о создании своей церкви. Мир вам, братья и сестры, и христиане! Но немалое количество есть проповедей на канале «Любийщий истинник», где я обличаю вот этот феминист, братья и сестры. Но опять-таки тот же почерк, смотрите, тот же почерк поднимает вопросы. Можно женщина быть пастырями проповедника? И что они говорят, смотрите? Вот два рода, как можно, я говорил вам, что есть, именно были сторонники, насколько я слышал, в XIX веке, где просто брали, у них были уже некое там откровение, понимаете? Они просто брали Слово Божие, Новый Завет и бросали под ноги, и топтали. То есть они уповали на откровение. Кстати, хочу вам сказать, подобного рода заблуждения есть и в других религиях, их не только на уровне конфессий крестьянских. Вот, например, в исламе тоже считается, что именно те откровения, которые даны были Мухаммеду, они более важны, нежели то, что взято, например, Светкого Завета, то, что говорил тоже Иисус Христос, то есть как бы превосходство, некое такое превосходство. Чтобы вы понимали, братья и сестры, «Однажды вера, да и преданная святым». Ничто, ничто не может изменить. Апостол Павел говорит, если бы я пришёл, или даже ангел говорил вам иное, да будет анафема, не принимайте такого. Он был уверен, что он говорит истину, и оно легло в основе Нового Завета, братья и сестры. Поймите, можно буквально топтать Библию ногами, хоть и это уже есть, и на Библию стоят ногами, и бьют ногами, как футбольный мяч, просто пренебрегают Словом Божьим. Нельзя быть преданным Иисусу Христу, не будучи преданным Ему Слову. Нельзя уважать Иисуса Христа, не будучи, не имея уважения, такого трепета перед Его Словом, братья и сестры. «Овцы мои, слушаются голоса моего». Понимаете? Вот в чём отличительная черта овец от козлов, пшеницы от плевелов, братья и сестры. Точное послушание, преданное послушание Господу и Его Слову, а от чужого бегут. Так вот, буквально может топтать Библию Слово Божие. А есть и другие способы, или хитрые, где горят следующие. Я называю это «место и время». Это было во времена апостолов. Нам это, как бы, Слово Божие, не актуально. То есть не буквально вырывая страницы с Библией или буквально топча Библию ногами, а фактически то же самое делая, но более искусно, более хитро. То же самое. То есть это место списания, это было, особенно когда касается даров духовных, это было во время апостольских времен, братья и сёстры. Но это противоречит. Если вы хотите что-то понимать, какую-то тему, нужно брать все ключевые моменты, а даже, возможно, и все моменты, по Слову Божьему, создать вот эту мозаику. И сказано в Марка следующее, в том числе и говорение, например, на иных языках. И это знамение будет сопровождать верующих, верующих. То есть они свидетельствуют Слово Слово Божие и в сопровождении вот этих знамений. Это знамение сказано в будущем также, что настоящее и будущее, оно будет сопровождать. Уверовавших же будут сопровождать сие знамения. И нет новейшего Нового Завета, братья и сёстры. Всё, что в Новом Завете, оно актуально. Поэтому и в первоапостольские времена, да, есть времена большей активности, духовных, меньше. Это может быть. И в Ветхозаветные времена было такое, когда сильнее проявлялись сверхъестественные, такие были чудеса Божьи, и меньше их было. Но они были, братья и сёстры. Они были. Поэтому говорить, что это было во время апостольских временах, и сейчас там пророчества неактуальны, иные языки, иные дарования, это ложь. Это то же самое игнорирование Слова Божия. Более искусное топтание Слова Божия. Вот это время и место. Это было конкретно к кефесянам сказано, к кефесской церкви. Братья и сёстры — это глубокое заблуждение. Да, сёстры имели возможность отчётливо сказать Слово Божие, что они тоже являются, если они будут верны Господу, они в этом равны с мужчинами в плане именно спасения. Но их права разнятся с мужчинами и в семьях, и в церквях. Поэтому ни в коем случае нельзя женщине быть пастырем или проповедником. То, что они иногда, некоторые сёстры говорили, это не означает, что они были проповедниками. Кто говорит, что нельзя сёстрам что-то где-то засвидетельствовать, особенно мирским людям, по Слову Божьему, сказать за Иисуса. Но проповедовать в церкви, где есть мужчины, и учить женщинам мужчин, где мужчин, братьев, то же самое и быть пастырем, где есть мужчины, братья и сёстры. Это категорически против Слова Божьего. Ну хорошо сказано, что как избирается просвитер или епископ? Это одно и то же служение. Муж одной жены. А что? А как? А для женщин даже не указано. А что? Женщина должна быть женой одного мужа? Как это? Уже будем сами перекручивать уже, понимаете? Уже как бы добавлять или как? А почём избирать? Достойно ли это женщина, вот эта сестра быть пастырем или нет? Понимаете? Видите, любое, говорю вам, любая ересь, любое изоблаждение найдёт именно, чтобы как-то исковеркать против Слова Божьего. И одни из главных вот этих способов, ещё раз говорю, это время и место. Это было когда-то, это было в Ефесте. Хорошо, тогда если так, то наше вообще-то у меня в церкви. А где вот здесь мы церкви находим? В Южной Королеве, в Андерсоне второй шанс. А нету в Новом Завете сказано о Соединённых Штатах Америки, например, что ангелу церкви в Андерсоне, скажи следующее, значит, или послание, послание не к эфесянам, а к Андерсонцам. Нет такого, скажем, но всё-то тогда Новый Завет вообще не для нас. Понимаете, вот как извращают Слово Божье? Нет, то вы берёте, то не берёте. А кто, почему вы так решаете? Вы кто? Что вы так решаете? Если Господь сказал, что всё, и даже апостол Павел, помните, говорит, вот это послание, что я вам послал, прочитайте, передайте в другое служение, чтобы, в другое служение, в другую церковь, чтобы они тоже имели на задание. А то, то, что у них, возьмите и прочитайте и вы. Понимаете? То есть всё, весь Новый Завет. И что было написано в то время, и что касается там эфесянам, коринфянам, римлянам и тому подобное, это всё касается нас, всё там, для нас, это всё Слово Бога вдохновенно, чтобы вы понимали. Понимаете? Если где-то что-то сестра сказала, это не означает, что она имеет право быть проповедником, потому что, честно сказать, на другие места списания, что она не имеет права быть проповедником. То есть, это место списания к Тимофея, где он берёт, и он что-то, какие-то там словами начинает говорить, но это же вообще неубедительно. Просто пытается это место списания искривить. Как бы, это не актуально для нас сейчас. И он не может это сделать, потому что, если где-то женщины горят, это не отменяет западе, что сказано, что женщины должны быть покорны мужьям, не гореть, не учить, и то же самое в церкви молчать. Это не отменяет то, что там иногда что-то сёстры сказали. Поэтому он берёт другое. То, что это к Кефесянам было сказано. Понимаете? Тогда к Кефесянам. Время, место. Тогда к Кефесянам. Это так любое можно. Хорошо, водное крещение сказано. Это тогда, это Матвею сказано. На то время. Значит, мы можем что, не принимать водное крещение? А для чего? Как один тоже в обольщении был человек. Назерем себя называет. Одиночник такой. Он пришёл, и мы начали говорить, он как по ветхому завету, там не пьёт сока виноградного, бородатый такой. Вот. Ну а как? А водное крещение принимал? Да, я зашёл, был в воду сам, сам, поймите, зашёл в воду, как бы поколение, и услышал голос, что не надо тебе полностью заходить, окунаться, я вижу твоё стремление, это тебе вменяется в водное крещение. И то, что он услышал, понятно, это было дьявольское, он поставил выше, нежели написанное Слово Божие, где отчётливо сказано, что нужно принимать водное крещение во имя Отца, Сына и Духа Святого. И это водное крещение нужно научить, а потом крестить должен давать другой христианин. Поэтому бойтесь этого, бойтесь этих же учителей, это явные признаки этих же учителей. Когда они говорят вам, что это было в Эфесе, это было всё, это признаки лжеучителей. Есть, да, нечто в Новом Завете, где немножко как бы, но сам Новый Завет различает это, понимаете? Когда говорят, что к уверовавшим язычникам одни требования, к уверовавшим, например, евреям, немножко там больше, они там, что касается закона, немного о них было в первые времена. Да, есть моменты. Тоже самое Ветхий Завет говорит о том, что будет Новый Завет, но Новый Завет не говорит о том, что будет Новейший Завет, братья и сёстры. Не слушайте это, потому что пристаньте перед Богом, Бог скажет вам. Вот вы, например, была женщина пастырем, Господь, пристаньте перед Богом, Господь сказал в ад. Почему? Потому что это гордость, ты непослушна была Богу, Слову Божьему, ты учила, ты командовала. То есть прямая противоположность, это дух феминизма, дьявольский, прямая противоположность Слову Божьему. Он говорит, ну, пастырь, наш, например, старший пастырь сказал, что это можно, или, например, там, старший пастырь нашего объединения сказал, что это можно. И что это поможет вам? Адам тоже сказал, это Ева мне дала, это помогло ему, братья и сёстры. А вам отчётливо было сказано, слово, слово было написано, а ты это не исполнил. Господь отчётливо сказал, чтобы не уповали на то, что они как-то повлияют именно на Иисуса и так дальше, и как бы размягчат Его. Он отчётливо сказал, отвергающий Меня и не принимающий слов Моих, имеет судью себе. Слово, которое говорил, оно будет судить Его последний день. Поймите, Он отчётливо сказал, то, что Я сказал, вы так должны жить, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Всё, если этого не будет, всё, ад и последующий гена огненная. Ну, в лучшем случае, некоторые, возможно, пойдут до суда, вот в море мёртвых. Но в число церкви такой человек не попадёт. А и то, основная часть, которая прямо вот учат этому всему, эти лжеучителя, они, это дорога в ад, братья и сёстры. Это дорога в ад. Они сами идут, слепой ведёт слепого, оба упадут в яму. Понимаете, в чём беда? Что слепой ведёт слепого, но оба упадут в яму. То, что вы скажете, «Ну, он меня вёл», не поможет, потому что оба в яму. Это прообраз ада. Поэтому будьте бодры, не ищите лёгких путей, а точно исполняйте Слово Божие. Всё Слово Божие актуально, и время, и место. И то, что сказано в Коринфянском церкви, то, что сказано Тимофею, это сказано нам, каждому, и нужно отчётливо это исполнять. Нет другого пути, чтобы мы могли спастись. Аминь. Слово Божие актуально. Субтитры создавал DimaTorzok